Праздник Вознесения И буквально завтра во всех храмах, всех православных храмах будет отслужено отдание Пасхи. И вот сегодня в нашей студии мы встретились с нашим гостем, с отцом Михаилом Жигалиным. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, батюшка. С настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Взыскания Погибших. Да. Поговорить о празднике Вознесения. Потому что, собственно, мы об этом празднике, как правило, ну вот я на своем веку не помню, что мы еще говорили в нашей передаче. Обычно, ну что праздник? Ну праздник, вот Христос воскрес, вот это праздник. А Вознесение, хоть и двунадесятый праздник, но по какому-то такому остаточному принципу празднуется, что Христос просто возносится. Но между тем, праздник остается праздником, и праздник это не просто повод для того, чтобы еще раз где-то с кем-то встретиться, о чем-то, может быть, в веселой компании поболтать. Вот. А праздник в первую очередь дается для некого осмысления. Вот давайте мы с вами для начала нашим телезрителям напомним о том, в чем этот праздник состоит, как о нем рассказывает Евангелие, и потом коснемся некоторых важных смыслов, которые в этом празднике таятся и в этом событии Вознесение. Здравствуйте, дорогие друзья. Христос воскресе. Евангельские события говорят, повествуют нам, что по воскресении Своем Господь Иисус Христос являлся ученикам, свидетельствовало им о воскресении, так как, как бы ни были апостолы, пребывающие всегда с ним, видящие всегда его, видящие чудеса, по своей человечности и своему мировоззрению все-таки воспринимали многие вещи не так, к чему вел их спаситель, что объяснял, что показывал, а все-таки понимали это так, как виделось им, как хотелось. Так вот, Спаситель, являясь, в том числе даже говоря о воскресении, о всех событиях по Икоисте, когда забывают те слова, которые говорит Спаситель, что и воскреснет, и что будет сопутствовать, и какие действия будут происходить. И он, являясь им, осуждает их жестосердие, их непонимание, неверствие. Так вот, события Вознесения Господня как раз-таки и подытоживают все эти последние слова Спасителя апостолам, слова назидания, слова утверждения их веры. Говорится, что явившись им, дал последнее слово назидания, сказал, что даст им духа утешителя, которым будут вестись, и посылает их на весь мир проповедовать слово Божие, благовестие и святаго Евангелия. И сказано, что благословив их, возносится на небо, и благословение это идет до последнего часа, пока уже не увидели, пока не вознесся Спаситель на небо, и не сокрыли его небеса. Смотрят они, и ангелы Божие спускаются к ним и говорят, что смотрите вы на небо, говорят апостолам. И они в радости после этого, как и сказал Спаситель, пребывают в Иерусалиме в ожидании того духа утешителя, которым будут водительствоваться во мире, которым будут их слова утверждаться, чудесами и явлениями, как и сказал Господь, идут с радостью от этого места, ожидая нового, ожидая встречи уже с Богом, в основанной, скажем так, по факту этого церкви, в основавшейся и развивающейся, и открывающейся каждому человеку, независимо от того, кем бы он был, язычником, эллином, по всему миру. Благовестие распространяется по их трудам, по их чудесам, по их стремлениям, и уже с осознанием не человеческим, с осознанием воспоминания слов и чудес, и жизни Спасителя, не своим человеческим мировоззрением, но уже через духа святаго, открытого в них разумения божественным. А вот к вопросу о Вознесении, то есть последняя встреча, последняя беседа, Христос возносится, то есть уходит как бы от них, хотя, конечно, дает при этом, при всем, некое упоминание, напоминание о том, что я с вами до скончания века, то есть на самом деле сиротами вас не оставлю. Но все-таки это расставание, все-таки это разлука. По какой причине апостолы уходят с радостью? Почему радость? Ну вот тут как раз, с чего мы, так скажем, начали, наверное, правильно сказать, что в меру своей человечности, простой человеческой природы, говорят, что Спаситель ушел, может быть какая-то печаль в человеке, но Спаситель внушает и говорит им, что всей своей жизнью, что он есть истинный Бог и истинный человек. И то божество, которое было с людьми, физическим и явленным образом, окружало весь их обиход и всю их жизнь, пребывает также и с ними физическим образом, ибо был человеком, но возносится на небо, как Бог с плотью человеческой. И тем самым подтверждает, что не только на земле пребывает человеком, но и на небе объемлет весь этот мир. То есть он не уходит куда-то, и все и пропал в забытие, но объемлет весь мир. Дал путь, которому человек следует, которому должен следовать, указует этот путь своим примером, своей жизнью, своими чудесами, своей проповедью, своей жертвой ради человека. И возносясь, благословляет их. И вот это как раз символ благословления, их трудов, их жизни, их путеводствий потом в дальнейшем. И есть знак того, что нет печали никакой. Он никуда не ушел. Он пребывает с нами, исполнил свою миссию, дал человеку воспоминания, дал человеку путь, дал человеку объяснение. И возносится в то же место, откуда и пришел. как Бог, как Вседержитель, как Божество для человека и в человеке. Ну вот вы уже тогда упомянули, и вот, наверное, самое главное, ради чего мы сегодня здесь собрались, и какую тему, какую идею нам надлежит разобрать, это идея, собственно говоря, вот этой самой человечности. То есть самый главный акцент в празднике Вознесения делается на том, даже не на том, что Христос говорит, что я буду с вами до скончания века, и не на том, что ученики уходят в ожидание Духа Утешителя, и даже не на том, что происходит некая разлука и расставание, а на том, что Христос действительно возносит на небо человеческую плоть. И, ну, древнегреческие философы, их целая плеяда была, которые говорили о том, что на самом деле тело — это клетка, в которую помещена душа, и призваны мы высвободиться от тела, и что... Да и в принципе у нас так или иначе мы видим, наблюдаем, что все, что связано с плотью или то, что мы называем плотским, в церкви, как правило, подразумевает нечто нечистое, нечто грязное, нечто страстное, греховное, то, что нужно отсечь. И здесь вот совершенно какой-то иной образ, образ вознесенной человеческой природы на небо. Ведь мог действительно Христос воскреснуть, ну, условно говоря, воскреснуть только Духом, да, воскреснуть и явиться совершенно в другом преображенном виде, ну, я не знаю, там, в виде неаполимой купины, допустим, да, но является именно в образе воскресшего преображенного человека, Бога-человека Христа, и эту самую человеческую природу возносит на небо. Встает вопрос, что нового, вот именно в христианской антропологии, да, то есть антропология, как учение о человеке, нам раскрывает этот праздник. То есть как нам следует, глядя хотя бы на этот праздник, понимая его глубоко и серьезно, как нам следует относиться к своей плоти, плотской стороне. Как мы рассматриваем человеческое тело и, в принципе, человека как человеческую личность? Ну, тут, наверное, даже надо сразу вернуться к первым, к первым страницам Священного Писания, еще книги Бытия, где говорится о создании всего мира и человека. Говорит Господь человеку, что он царь земли, которого должен властвовать, царствовать, управлять и украшать. Дарует ему, знаем, что в человеке есть образ и подобие, разум и сознание, что отличает человека от несмысленного животного. Творческий акт, которым он, подобно Богу, должен украшать этот мир. То есть вот основа того, что плоти, что-то нечистая, но она сотворена Богом. Сотворена, как и все. Соответственно, не может быть чем-то, каким-то таким, грязным, подавляющим и ненужным. Человек сотворен идеальным в райских обителях, не знающим ни смерти, ни болезни, ни страха, ни какой-либо печали и зла. Истинно венцом творения Божьего по замыслу любви с невозможностью познать зло. И дается единственное духовно-нравственное заповедь не вкушать, сдая его познание добра и зла. Ибо в тот день, когда вкусишь, смерть и умрешь, говорит ему Господь. Человек пребывал в мире с Богом, в общении с Ним по своей чистоте духовной и физической, имел возможность видеть Его, общаться с Ним, питаться этой благодатью, наполняться Ею, как творение, как имея часть самого Бога в себе. Но дьявол, видя блаженство людей в раю, искушает его человека тем же, на чем сам споткнулся. Говоря, как ты думаешь, почему он запрещает тебе? Не потому ли, когда вкусишь, познаешь добро и зло и станешь сам как Бог? И человек, зная, что он максимум всего тварного, смущается этой мыслью. А может быть, и правда, может быть, есть что-то большее для меня. Да, и вкусив, чувствует, что все сказал, как ему сказал Господь. Чувствует это в своей природе, чувствует это в своем разумении, во всем, что связано с Ним. Он становится, скажем, материальным, приземленным, и тем самым оскверняет свою плоть. не видит возможности в покаянии, в прощении, в очищении, но бежит от Бога, пытаясь жить своим собственным я, своей собственной головой, своими собственными возможностями. Прячется от Бога, опять-таки, забывая то, что Он есть всюду, все им пронизано, все им создано, и ничто от Него не сокрыто. Прячется всего лишь в лесу, закрывая себя одеждой, как святые отцы толкуют, что этот момент, что укрывает как бы свой грех, укрывает свою плоть, закрывает ее. И тем самым проклинает, так скажем, сам себя, и на ответ на вопрос Бога, где-то не вижу тебя, не говорит, что прости меня, но пытается находить возможность ухождения от ответственности, забывая, что думая о том, что только вот есть я, и есть то материальное, что со мной есть. Я не хочу быть уничтожен. Только это в его голове, забывая о милосердии Божьем, что он чадо Божие первое, что неужели бы не простил Господь? Видимо, скорее всего, так в простом это говоря, простил бы, но человек уже иной, не видит возможности в этом, пытается находить все выходы собственным я, забывая о том, о чем ему говорит Господь, к чему он его ведет. Так вот, так кажется, проклятая природа человеческая, которую он сам проклинает, как единица, которая восстает против Бога, не Господь его уничтожает и свергает, а он сам себя своим действием восстании на Божество проклинает и отходит от вечного блаженства. Также человек, не признав свой грех, не признав свое грехопадение, не желая пребать в мире с Богом, обвиняет во всем его, говоря, что, да, я согрешил, но меня искусила жена, которую ты дал мне. То есть, как бы ты во всем и виноват, получается. Вот здесь не остается выбора, человек изгоняется из рая, но не уничтожается. Как так ведь подумать? Вот плоти, да, уничтожен был, и все как бы, был бы создан новое, и все как бы заново. Но смысл не в том, а смысл в том, что мы все люди есть дети Божьи. Какое бы ни было чадо, что бы он ни совершил, как бы он ни приступил заповедь и закон, любящий отец всегда простит, помилует, и будет подталкивать, вести, чтобы человек, чтобы чадо поняло, в чем оно сделало ошибку, чтобы оно ее, чтобы он ее исправил, а значит, не допускал впредь. То есть, поставил постулат собственно в себе. Табу, нельзя, нехорошо, меня это портит. Так вот, человек не уничтожается, но изгоняется ради воспитательных, скажем так, по простому целях, дабы понял, осознал, принес покаяние, прошел этот путь тернистый для себя, но снова возвратился в те обители, где и был создан. Так вот, то самое изгнание из рая, вся жизнь человеческая до пришествия спасителя, есть тот тернистый путь, которым взлетами и падениями народ идет, да, спотыкается, падает, забывает, но в дни печали опять обращается к Богу с прошением, с милостью, и снова Господь милует, прощает, и снова получается, входит человек на этот путь. Так вот, сами последние дни земной жизни и непосредственно уже вознесение Господне есть тот акт, наверное, прощения человеческой природы и обожествления ее. Сам Господь снизил себя до образа, так, ну, говоря по-простому, до образа раба, да, соизмерив и воссоединив божественную природу и человеческую в себе, испытывая все чувства и свойства, кажется, зачем ему это надо. Но тем самым он и хочет показать, кто есть ты для него, а, соответственно, что он делает для тебя. И непосредственно актом вознесения Господь и показывает, что природа, человека, плоть его непосредственно, есть божественное творение, которое исцеляется, обновляется. А значит, из примера спасителя, вознесенного на небо с плотью, человек имеет ту же, собственно, возможность, будучи грешным, бременном на этой земле и возвратиться в райские обители, подобно ему. Так же, как и воскрещение. Воскрещение не вот только одного спасителя, но и воскрещение каждого из нас. И мы знаем, что по второму происшествии каждый обновится плотью своей и войдет к Богу. Куда войдет, в какой мир, это зависит уже от нас сейчас, сегодня и всюду, какая будет обитель, райская обитель, либо место отдаления от Бога, пустота и мрак, куда свергается, проклиная себя, Деница, первый ангел над всеми. Это зависит от нас. Но человек, Господь подтверждает своим вознесением, что все в твоих руках. И вот эта природа... Еще очень хорошее, да, вы употребили глагол исцеляется. Обычно мы подразумеваем, что это некое врачевание происходит, то есть человек болел и вдруг выздоровел. Но вот если посмотреть в корень этого слова, в некую этимологию, в слове исцеляется, таится корень целостность, некая цельность, возвращается некая цельность. И просто в качестве некого дополнения того, о чем вы сказали, если вернуться к сотворению человека, то очень важна была выстроенная иерархия в нем самом. То, что мы с вами прекрасно знаем и в нашей передаче мы тоже неоднократно обсуждали, это иерархия дух-душа-тела. Когда тело телом не пренебрегается, но тело выполняет определенную функцию реализации всего того, чем дышит, чем живет, чем творит дух. То есть для того, чтобы реализовать все творческие замыслы, я напомню, что одна из первых заповедей для сотворенного человека это было хранить и возделывать сад. Причем, опять же, важно понимать, что хранить и возделывать это не просто огурчики рядом с помидорчиками, грядочки прореживать, пропалывать какие-нибудь сорняки и прочее. Это очень примитивное понимание. Хранить и возделывать сад, это, по сути дела, превращение всего окружающего мира в рай. То есть превращение в некое священное пространство, где действует Господь. Для того, чтобы... И первое задание, которое человек получает, это, собственно, речь всему имена, это творческий акт. И вот для того, чтобы воплощать максимум своих творческих возможностей, человеку необходимо тело. и если говорить о грехопадении, то в момент грехопадения происходит расстройство, человек расстроился. То есть происходит некий эффект айсберга, когда... Ну, мы прекрасно знаем, что если плывет льдина, и вдруг она попадает в теплое течение, подмывается основание айсберга, он резко переворачивается вниз, и то, что было основанием, становится вершиной. Вот тело становится в какой-то момент действительно такой, говоря языком Пушкина, владычицы морской, вот, которая повелевает и бедной душой, и бедным духом, и уже не творческие какие-то замыслы реализуются, а вполне себе страстные, инстинктивные, да. И, собственно, Христос приходит для того, чтобы показать нам в первую очередь и вся его жизнь, и Евангелие об этом нам повествует, это раскрытие того, к чему призван человек, каким он задуман Господом Богом, и, собственно говоря, таким, каким его и задумал Господь Бог, сейчас человек, имеется в виду, сейчас и обитает на небе Бога-человек Христос. Не так много времени у нас до конца эфира остается. Я бы, ввиду того, что я сказал, хотел бы вспомнить фразу как раз святителя Иоанна Златоуста, который в свое время сказал замечательно, говорил, что мне до неба, когда небо у меня внутри. То есть, по сути дела, еще одна вещь, которую нам в качестве некого послания сообщает праздник Вознесения, это то, что мы в первую очередь еще должны очеловечиться. И, собственно говоря, человечность, о которой мы так часто говорим, о которой мы так часто беседуем, это то, что еще надлежит обрести. То есть, мы с этим не рождаемся, как с некой данностью. Вот родился человек, он автоматически человечный. Вот. Ему еще надлежит очеловечиться по-настоящему. Вот как вам кажется, сущностные характеристики какие-то вот этой самой человечности, они в чем заключаются? Что необходимо человеку обрести, чтобы мы могли сказать, вот это действительно настоящий человек. Ну, вот знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь, да, и понятие, в общем-то, человечности, это понятие добра, из него испускаемого, понятие милосердия, всех тех добрых и светлых качеств, которые также были заложены в человеке в район, у которых он в меру своей приземленности утрачивает и грехопадения. Так вот, человечность, это как раз-таки возобновление в человеческой природе образа Божьего, то есть, соответственно, любви, терпения, милосердия, кротости, как основополагающих добродетелей, да. Соответственно, тому вот человечность есть приближение к Богу, то есть, чтобы, это, которое нужно воспитывать в себе, каждый, который должен воспитывать в себе, умножать, и по факту этого опыта своего приближаться к Богу, понимать его, чувствовать его в себе, и в какой-то момент уже как говорит апостол, не я живу, но живет во мне Христос, то есть, а вот, ну, тогда уточняющий вопрос, а почему так тяжело отчеловечиться современному, прогрессивному человечеству? Наверное, потому, что мы, нам свойственно верить во все то, что мы видим, все то, что мы можем осязать, и как бы больше, а если чего-то я не вижу, не понимаю, не знаю, значит, этого и нет. Так вот, отречение от себя какой-то духовной составляющей, видимого, духовного мира, вот только лишь вкленивая себя в рамки мира физического, человеку со временем трудно, что называется, верить во все то, что говорит Господь, а во все то, во все тот пример святых, которые живут на неком другом уровне, даже физически здесь, понимают по-другому мир, понимают по-другому ситуации, действия Божьи в человеке. Человек просто подобно тому, как в грехопадении Адам забывает и бежит. Происходит тоже сейчас с нами в этом мире. Мы забываем Бога, забываем то, что мир намного шире, нежели узко мыслим мы, а соответственно не видит возможности, не верует в то, что может действовать Господь духовным образом. В жизни человека через его собственную жизнь, стремление, пояснение себе, понуждение себя, и на, говоря так, так и на добрые дела, на улучшение своей жизни, на признание своих пороков, грехов, отшествия от них. То есть мы просто по, наверное, по лени своей не соизмеряем себя с этим, а значит не чувствуем Бога, значит не видим в действии его в своей жизни, а собственно нам и трудно становится. Какие-то вопросы возникают, которые без Бога то не можно разрешить. Как в народе говорили, без Бога не до порога. Все, реже мы это слышим из уст, все больше там из, от старшего поколения такое слышится, без Бога не до порога. Но ведь это основа жизни, без Бога не до порога. Спасибо большое, отец Михаил. Время нашей передачи подходит к концу, я немножечко просто резюмирую. Мне кажется, вот еще замечательную фразу в свое время произнес отец Александр Шмеман. Он записывал в свое время замечательные передачи на радио Свобода, и когда он говорил о празднике Вознесения, он говорил так, что человечность, собственно говоря, это и есть потребность человека к Вознесению. То есть, потому мне, мне лично так кажется, потому тяжело прогрессивному обществу, прогрессивному человечеству воспринять, во-первых, праздник Вознесения. Вот праздник Пасхи, он воспринимается хотя бы потому, что меня избавляют от смерти. Все утилитарно, все для себя и так далее. А Вознесение, оно для кого? Оно ощущение, что как будто бы этот праздник со мной не соприкасается. И сложно воспринять его еще потому, что человек современный живет в горизонтали, а праздник Вознесения требует вертикали. Спасибо вам за то, что будет сегодня наша передача. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. До свидания. Храни вас Господь. С праздником. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин